Есть много перевод. Я хочу, чтобы вы мне сказали, какой урок вы хотите услышать. Это вне рамок программы, поэтому решайте вы. О чем? Это будет потом. Нет никого, кроме него будет потом. Не слышу. Не слышу. Раф, как прийти к свечению, которое мы ищем? И к необходимости получения его. Это будет потом. Это не тема урока. Дополнительно. Это основная тема. Ну, вот. Еще? Арвуд. Арвуд. Восприятие реальности. Это важно. Я опасаюсь, что это вас ведет в заблуждение. Вы идете из одной реалити и войдете в другую. Вы идете между двух миров. Это хорошо, так? Но пока что оставим это. Эх? Битуль. Битуль. Ну, мы тоже будем говорить об этом. Ну, что, будем начинать или подождем? Там еще много людей в столовой? Никто не знает. Тов. Распорядители сейчас спускаются на лифте. Это займет немного времени. Теперь есть перевод. У всех есть перевод, да? Распорядители сейчас спускаются на лифте. Ну? Моше, они не говорят, что у них есть. Алекса работает над этим. Вау. Это? Да. Если мы хотим говорить о самоотмене, может быть, можно четвертую статью Шамати прочитать, Раф. Ха-ха-ха. Раф. 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 Вау. Продолжение следует... 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 Видите, нужно возвращаться к одному языку... Продолжение следует... 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 почувствовать всю реальность в прозрачном, сквозном виде, как силы управляют Её и общая высшая сила, которая управляет Мирозданием. Почему мы мы такие удачливые люди, которым дали всего нескольким тысячам людей в мире желать этой возвышенной цели и подняться над обычной животной жизнью? Почему мы ленимся? Почему мы не радуемся? Почему тяжело? И если бы мы приобретали духовность в Килим ради получения, как бы это было хорошо? Поэтому все силы нашего тела были бы были бы за то, чтобы приобрести духовность, потому что было бы понятно эгоистической природе, что мы приобретаем, выигрываем. А в этом мире любой выигрыш, любое приобретение это нечто несколько грош, один грош по сравнению с Банков Америка, будущий мир. кто бы не согласился на это, если это измерять деньгами или чем-то. Но проблема в том, что мы не получаем это вечное раскрытие совершенство высший мир. Мы его получаем в Килим отдача, не в Килим получения. Потому что весь духовный мир перевод перевод на итальянский уже заработал, Раф. Русский. Через две минуты будет русский. проблема в том, что будущий мир построен на принципе отдачу, не получение. поэтому мы должны прежде выстроить эти Килим. Как сейчас, я, у меня есть наушник и прибор, я работаю на одной волне 90 МГц. и тогда я слышу один язык, язык получения. Пока что на другой волне 100 МГц там язык отдачи. Но я не настроен на эту волну. Нужно быть на одной волне. В духовном это называется закон сопрения по свойствам. Закон сопрения по свойствам означает, что я должен обладать теми же свойствами, как и Высший мир. Если я буду обладать этими свойствами, то я перехожу, перемещаюсь из этого мира в будущее. Или, можно сказать, по-другому. Если я строю в себе свойства отдачи, то я воспринимаю Высший мир. Или я физически, то есть Душа моя перемещается и живет, существует там, воспринимает его. Поэтому проблема наша в том, что мы должны измениться. есть этот мир. Наш очень маленький. Все знают, что он находится внутри всех миров. У нас есть много миров. и наш мир, он самый-самый низкий. Это центр всех миров. Самый низкий. Для того, чтобы мы вышли из него, из этой точки маленькой, я ее изобразил красным и начнем подниматься к миру бесконечности. Мир бесконечности. Мы должны пройти через 125 ступеней изменения себя. Когда каждый раз от ступени к ступени, они изменяемые свойства. Здесь внизу я был на 100% получения, а здесь сверху я был на 100% находачи. У нас есть 125 ступеней, по которым мы поднимаемся. И на каждой ступени по мере подъема мы еще больше, еще больше открываем высший мир для нашего восприятия. Насколько я соответствую будущему миру, я и открываю его для себя, начинаю его чувствовать. Это тот же принцип, который есть и в нашей жизни. Я без очков не вижу здесь никого. Вас не существует, помещение пусто, нет никого. Это то же самое, как мы не видим высший мир, как только я исправляю мое восприятие, я вижу, здесь есть много людей. Это научный принцип, который есть во всех мирах, включая наш материальный. Итак, Мальселам пишет следующее. Необходимо знать, что причина трудности, которую испытывает человек, желая аннулировать себя, означает отменить свой эгоизм и обрести с него свойства отдачи. И не заботиться о себе, потому что противоположно духовному, там вся забота о ближнем. Человек в этом состоянии как себя чувствует? как будто он исчезает из этого мира, который стоит на своем месте, а он исчезает из него и оставляет свою семью, своих друзей во имя аннулирования себя перед творцом, вхождение в высший мир. Мне кажется, что я должен оставить все. у меня не будет никаких эмоций, никаких семьи, близких, ничего. Мне кажется, что я теряю все. Все исчезает и я в том числе. И тогда я, может быть, начну чувствовать себя существующим на следующей ступени. И у этого ощущения есть только одна причина. Он пишет «Причина трудности проста и называется отсутствие веры». Что такое отсутствие веры? Он не видит перед кем и ради кого он должен аннулировать себя, не ощущая существования Творца. Это и вызывает трудность. То есть если бы я чувствовал высшую силу, которая действует привлекает меня, изменяет во мне свойства получения на свойства отдачи, тогда я бы с радостью шел вперед. Но этого не происходит. И это приводит к большой трудности, потому что не знаю, что мне делать. У меня нет мотивации, я исчезаю и все, что мне есть, я должен выбросить, вот я оказываюсь в состоянии приближения к смерти. Абсолютно. Не остается от меня ничего. отменяем его. В то же время, когда он отменяет себя и начинает чувствовать Творца, высшую силу, общую силу отдачи, которая удерживает всю реальность, которая находится, как мы изучаем здесь, вокруг этого виде окружающего света. тотчас душа его пожелает соединиться с корнем и включиться в него подобно свече перед факелом без всякого малейшего рассуждения, потому что это произойдет естественным образом, как свеча не видна на фоне факела. То есть если бы я чувствовал Творца общую большую высшую силу, которая на самом деле находится и действует и выстраивает все творение, я оставляю этот мир. Что такое этот мир? Несколько десятков лет нашей жизни здесь в таком виде, что просто не дает мне ничего. Весь день я только страдаю. И, конечно же, открывается высшая сила, бесконечная, жизнь без всяких границ, полная всяких благ, потому что это свет без всяких ограничений, который наполняет меня. Тогда как в этом мире все, что мы постигаем, мы постигаем только как малое свечение, то есть очень малую искру, которая приходит наш мир через все эти фильтры и через все миры. Мир от слова «скрытие». Через все эти скрытия, когда мы находимся как здесь на рисунке в центре всех миров, почему нам не показывают? «Ох!» Итак, тот, кто ответствен за рисунок, должен все время слышать, о чем я говорю, и показывать или нет этот рисунок в соответствии с необходимостью. И как мы видим, наш мир находится в центре всех миров, то есть от света бесконечности, который находится здесь, вне всяких окружностей, и здесь круги, это пять миров, скрытии, которые совершенно скрывают свет. Когда свет приходит, скажем, когда свет начинает светить от бесконечности, доходя до точки, это называется очень маленький свет, называемый малым свечением искры, и эта искра в результате большого взрыва выстроила всю реальность, является материей творения, всей его энергией, и все уровни неживороизнительных животных. Человек существует только вследствие небольшой искры света, когда согласно духовному закону прорвался в этот мир, и выстроил, создал этот мир в виде радиополучения, поскольку это против духовного закона, где все ради отдачи. и если бы творец раскрылся, что опять случилось? Что-то не в порядке с переводом, или еще с чем-то? Ладно. Если бы творец раскрылся, мы бы просто бегали за ним как за самым большим наслаждением. И никогда бы не могли выйти из этого мира в духовный мир, поскольку весь духовный мир, все духовные миры находятся вне этого мира. Это вот здесь, вне этого мира. И тогда, если бы мы видели, что там существует наслаждение, мы бы вошли еще более внутрь этого мира, не вышли бы, а вошли бы еще глубже. Скажем, я нахожусь здесь, у меня это называется этот мир здесь, это мой мир здесь, я, а вот это мир, это вот мир, мой мир, да? Наш мир. если бы я видел, что здесь вокруг меня существует какое-то большое наслаждение, да? Свет или Творец, тогда бы я просто бежал туда для того, чтобы уловить его, наполнить себя этим ощущением. И я бы вошел еще более внутрь этого мира, поскольку я бы находился во все большем намерении ради получения и никогда бы вообще не достиг духовного мира. Это ясно? То есть, ну, скажем, о чем говорить, я не знаю, ну, скажем, ты должен соблюдать диету. Я готов, я подготовил себя к тому, чтобы сесть на диету, я купил для себя все эти продукты, которые едят в соответствии с какой-то программой, хочу похудеть, да? Вдруг я чувствую, вдруг я вижу, вдруг приносят мне домой какую-то плитку шоколада с пирожными, против чего я не могу устоять. Смотря на все эти наслаждения, я не могу начать диету. Поэтому, если бы Творец был раскрытый и не скрывался, мы бы вошли еще более глубже в желание получать, стали бы еще большими эгоистами, мы бы гонялись за ним, как за источником наслаждений и стали бы свойством клепот. Поэтому, для того, чтобы помочь нам, чтобы мы смогли, в конце концов, выйти из своего эгоизма, нам позволено работать только с малым свечением, только преодолевать его и выходить в духовный мир. И поэтому есть здесь потенциальный барьер. И если я преодолеваю свое желание получать маленькое, чего мы хотим в этом мире, да? Еда, сек, семья, вот и все, деньги, почести, знания немного. это вещи незначительные, вся наша жизнь крутится вокруг этого. И если мы пытаемся подняться над этим, тогда мы входим уже в намерение ради отдачи. Согласно этому получается, я продолжаю читать, что главное в работе человека это только прийти к ощущению реальности Творца. То есть почувствовать наличие Творца таким, что полно величием весь мир. Секунду, секунду, мы говорили о том, что если я чувствую реальность Творца, я вхожу в больший клепот. это нехорошо, это словно препятствие передо мной, то, что прельщает меня, это своего рода клепа, нет. Он говорит так, если я прохожу этот потенциальный барьер, я готов отказаться от наслаждения этого мира ради получения, я готов работать только ради отдачи. Всего лишь над этим небольшим свечением тогда я начинаю чувствовать присутствие Творца, потому что он тоже ради отдачи, ради получения Творца вообще никогда нельзя раскрыть, потому что нет законоподобия свойств. И поэтому то, что получается, если я ради отдачи в этой мере я развиваю эту силу, я начинаю чувствовать присутствие Творца, Высший Свет. Высший Свет. И это должно быть всей работой человека, то есть всю энергию, которую он прикладывает в работе, это прийти к этому, к ощущению Творца, согласно законоподобия свойств. Когда здесь я отдаю и здесь сила отдачи Творец. И не отменять себя в отношении чего-то другого, чтобы чувствовать другое. Но только одного не доставит человеку, веры в Творца. вера называется отдача. Потому что согласно силе веры, он чувствует присутствие этой высшей силы, полностью отдающей. И пусть не думает ни о чем другом, кроме главного вознаграждения, которое хотел бы получить за свою работу, удостоиться веры в Творца. То есть чтобы была у него сила отдачи, и он мог почувствовать высшую силу. И нужно знать, что нет разницы между большим свечением и маленьким, которое человек постигает. Ведь в свете никогда не происходит никаких изменений, но все изменения в ощущении исходят от изменения келем. Мы говорим, что свет, как вода, наполняет всю реальность. Мы находимся в этом свете. И сейчас это Творец, который наполняет всю только вместо него мы чувствуем этот мир. Здесь мне задавали вопрос восприятия реальности. И что мы видим перед нами? Мы видим перед нами проекцию моих внутренних эгоистических свойств. То есть кого я вижу перед собой? Всевозможных людей, мужчин, женщин, дома, стены, звезды, не важно что. то, что я вижу проекцию моего эгоизма. Это понятно? Не сердитесь на меня за то, что я так говорю, что вы всего лишь проекция моего эгоизма, но это правильно, это так. Потому что это именно то, что видит человек на фоне высшего света. это то, что мы видим, но если мы отменяем наш эгоизм, то есть мы начинаем работать над ним, тогда мы начинаем видеть, чувствовать высший свет в форме моей самоотмены, как я могу вам это изобразить. Если сейчас я нахожусь и вижу перед собой мир, большой мир, что я вижу в нем? Этот мир это высший свет. Но я вижу в своем эгоизме, когда есть у меня здесь 613 желаний, я всевозможные свойства все ради получения. И тогда я вижу из них, из всех моих свойств получения. Я вижу здесь как бы экран, скрин. Я здесь как будто вижу фильм. И этот фильм я вижу в себе. это это то, что объясняет нам Бальсу Ламва о восприятии реальности в статье вступления книги Зор. Но в той мере, когда я начинаю вместо своих этих свойств, которые всецело ради получения эгоистически, вместо этого я прихожу к свойствам, скажем, в части из этих желаний я прихожу к свойствам отдачи. Тогда я согласно свойствам отдачи, которые заменяют мне свойства получения. Я начинаю чувствовать Творца. от высшего света я уже начинаю чувствовать немного согласно своим свойствам. Скажем, из 613 своих свойств я исправил, скажем, 200. И тогда остальное неисправлено. И тогда в этих свойствах я пока ощущаю желание получать свой эгоизм. А в этих свойствах я уже чувствую высшую силу Творца. И получается, именно это называется ступенями духовной лестницы. И если бы я всё исправил, это было бы 613, но пока что я исправил 200. то есть я поднялся уже на определенную ступень высшего мира. И в этой мире я чувствую Творца. Согласно подобию свойств мире, подобие свойств ему. А теперь он продолжает. Но вопрос в том, с помощью чего человек способен увеличить свои килим, то есть чтобы почувствовать больше, увидеть больше высший мир. потому что в Кабале интересно не как в нашем мире. Мы не чувствуем в нашем мире, что мы зависим от наших свойств. Я не чувствую сейчас, что если я изменю своё свойство получения на отдачу, я перейду в другую реальность, в другое измерение. Как будто я меняю своё восприятие, я ещё пока не чувствую этого. И он говорит так. Но вопрос в том, как человек может увеличить свои килим, подняться из этого мира и всё больше и больше видеть, ощущать и жить в духовном мире. Ответ в той мере, в которой он даёт благодарность Творцу и возвеличивает его. Насколько он пытается ценить Творца сверх того, что он чувствует, это даёт ему силы продвигаться вперёд, выстраивая над его получающими килим, отдающие килим, исправлять эти оставшиеся килим всё больше и больше. То есть с помощью чего? С помощью того, что возвеличивает Творца. Насколько он это делает, а откуда он может возвеличить Творца? Ведь есть у него величие, насколько он исправил, согласно его килим, 200, скажем, он исправил. Это только с помощью окружения. Окружение должно дать ему уверенность, такое ощущение стремления, зависть, и с помощью этого у него тогда будут силы продвигаться. Это то, что он говорит еще раз. Но вопрос, чем же можно увеличить килим, ответит? Тем, что человек восхваляет и возвеличивает Творца за то, что Творец приблизил его к себе, что дал возможность хоть немного ощутить себя и подумать, насколько важна для него эта связь, что он удостоился, что у него есть хоть небольшая связь с Творцом. И согласно этой мере важности он может увеличить свечение, то есть тогда у него будет сила продвигаться. То есть он дает нам здесь несколько решений. Первое. о чем мы говорили? Человек чувствует мир согласно своим свойствам. Я нахожусь перед Высшим Светом и мои свойства по отношению к Высшему Свету рисует мне этот мир. этот мир, неживое растительное животное, человеческий уровень, это свойства стадии первое, второе, третье, четвертое, то, что мы изучаем в Авая. Это все, что я чувствую. То есть я чувствую себя, только себя я чувствую в таком виде, что это находится как бы вне меня. Почему? Потому что если бы это было во мне, я бы не мог изучить это и не мог бы исправить это. Но поскольку это находится вне меня, в таком виде, что это против, находится против меня, у меня есть возможность, если это передо мной не сохранять эти свойства, а как раз видеть их против меня перед собой, тогда у меня есть возможность выйти из моего желания получать. Представьте себе, если со всем, что я сейчас чувствую, всю Вселенную, включая земной шар и растительное, и животное, и человеческий уровень, и вас, если бы это ощущалось во мне как мои свойства, я бы никогда не мог выйти из этого. Настолько это было бы у меня большим желанием получать без всякой меры. Тогда как, поскольку я вижу себя маленьким по отношению к большому миру, и хотя это мои свойства, но это вне меня, я должен преодолеть только мои внутренние свойства, которые сейчас находятся во мне. И получается, что каждый раз, когда я исправляю своё отношение к реальности в свойстве ради отдачи, в этой мере я начинаю чувствовать Творца. Я вижу, что это немного трудно, то, о чём мы говорили. Спрашивайте, может быть, всё-таки поймём. Это вещь сложно относиться к теме в Кабале, которая называется восприятие реальности. Сегодня об этом много говорят учёные. Об этом написано уже много тысяч лет назад, как вы уже знаете в науке Кабала. Сегодня учёные это тоже начинают раскрывать, что вся реальность, которую мы видим, это не та реальность, которая находится вне нас, но всё в целом, что мы воспринимаем, это мы воспринимаем здесь, в голове. Бальсулам говорит, как будто у нас есть здесь экран в задней части мозга, мозга, У меня здесь экран, и мне кажется, что я воспринимаю через глаз, я воспринимаю это на экране, но это не так, это не так. Но здесь перед нами нет ничего, нет ничего. Есть только экран, когда наши решимод впечатления, они здесь рисуют нам реальность. и то, что есть здесь, то, что приходит свыше, приходит высший свет, высший свет, абстрактный, и тогда наши впечатления, решим он здесь, действует, против блажность высшего света. Если я меняю в себе эти впечатления, решимод, каждый из решима, если я исправляю, в той мере, в какой я исправляю решимод, скажем, я исправил часть решимод, и здесь я уже вижу, тогда, здесь я уже вижу высший мир. вопросов? Нет вопросов? Как хорошо, все понятно, есть, да? Или же нет? Или ничего не понятно? Это значит? вопросов? Вопросы мы хотели рассказать несколько технических моментов. Здесь был все переводчики и пожалуйста, переводчики, сядьте здесь. У кого есть вопрос, перемещайте в заднюю часть помещения и там задаете вопрос. Хорошо. Хорошо. Вы говорили, что только эти спиритовые Erfahrы, которые можно обязательно повторить, что можно повторить, только эти спиритовые Erfahrы, которые можно повторить, я из австрии и вы сказали что если человек сознательно может воссоздать себя ощущение страданий для меня это было понятно единственное что не поняла что дело с теми опытами которые мы думаем что они как бы духовные и скажите как ученые это остается в каких-то категории каких-то предположений или иллюзий в виде решима с которыми должна работать мы не понимаем что происходит в реальности пока мы не начинаем чувствовать иную реальность я не понимаю что написано в книгах есть какие-то впечатления решим мод выше свет варе цена реальность другой мир и этого не воспринимаю и высший мир я изображаю как и наш мир это естественно потому что я ничего не знаю нам только рассказывают это на словах люди которые чувствуют это и призывают меня тоже достичь этого ощущения и то что они рассказывают мне я даже не понимаю что они там в точности говорят ты не можешь все время пробегать туда-сюда ты мешаешь кинокамере сядь пожалуйста здесь вообще если хочешь выйти вот там вот здесь запрещено перебегать поэтому что я хочу сказать пока мы не почувствуем высший мир у нас нет выбора мы должны просто это как ребенок которого обучает чему-то говоря ты сначала научись и тогда поймешь а сейчас ты должен вложить время в учебу и то же самое здесь пока мы не отменим себя по отношению к следующей ступени мы не поймем ее не почувствуем нет у нас выбора и все вопросы о восприятии реальности они имеют место только если мы хотим укрепить это условие чтобы мы идем на отмену своего эгоизма когда вместо него в свойстве отдачи мы почувствуем в мире этой отдачи высший мир дальше больше нет вопросов но я понял что это трудная тема я бы не выбрал но у меня так подстроили да здравствуйте раф можете ли вы нам объяснить как чувствовать радость вместо тяжести когда мы чувствуем свой эгоизм наш эгоизм это единственное что у нас есть нет перевода нет перевода ну что будем делать почему что такое есть система интернета которую мы пытаемся сделать устойчивее так что продолжаем урок или нет что будем делать может быть пусть будет английский язык звучать в помещении все остальные я пока что буду переводить вас раф он спрашивал как не не чувствует тяжесть когда ты пытаешься преодолеть свой эгоизм я тебе скажу в чем вопрос вопрос как относиться к нашему эгоизму мы в этом мире нас приучают пренебрегать эгоизмом это плохо потому что наш эгоизм это весь наш материал все наша природа это называется помощь вопреки помощь вопреки это как ощущение боли когда я что-то делаю я чувствую вдруг больно хорошо или плохо почувствовать боль это на первый взгляд плохо но свойство когда я чувствую боль оно хорошее ощущение потому что оно защищает меня чтобы я не нанес себе вреда скажем если бы я взял кофе горячее кипяток 100 градусов и выпил бы и не почувствовал бы что кофе такой кипяток я бы себе навредил и ощущение боли которое чувствует мне это на пользу оно меня защищает то же самое наш эгоизм не думайте что это плохо это создано очень мудром виде потому что в качестве проекции творца для того чтобы мы с помощью него смогли прийти к сопонению по свойствам и распознать творца распознать высший мир уже есть перевод уже есть перевод ров есть перевод на английский есть перевод есть перевод поэтому я должен лишь учиться правильно работать с эгоизмом поэтому называется помощь против тебя помощь против вопреки он против творца он ему противостоит но именно благодаря тому что он ему противостоит я могу понять что такое творец и кто он как прийти к нему слиться с ним прийти к уровню совершенства и вечности здесь в этой жизни поэтому мне дан эгоизм я должен рассматривать его как главный компонент постижения вечной жизни это то что каббала объясняет нам и обучает нас как с этим работать а без эгоизма я бы не мог никаким образом постичь высшую жизнь я бы просто так как все люди жил бы свои семьдесят восемьдесят девяносто лет уходил бы и все я бы не выходил за рамки уровня животного как тело животное живет как все животные живут умирать живут умирать так и мы до тех пор пока с помощью эгоизма мы обретаем способность разорвать этот порочный круг и выйти в вечное состояние пожалуйста хорошо я понял что тема тяжелая действительно очень тяжелая и требует много размышлений что мне еще сами сделать так будем сидеть смотреть друг на друга ну скажите что вы от меня хотите еще вопросы ну пусть просто вопросы вперед не листь кто в том микрофон макара чем дело этот парень в красной шапочке он вместо меня отвечает почему все к нему ходят дорогой мой вопрос следующий раф это ученица лернинг-центра как мы противостоим всевозможным состоянием которое мы проходим на протяжении изучения каббалы чтобы понять важность отдачи если я вижу себя все больше и больше производящие выяснения и сразу же весь мой мир меняется я уже не могу обучать своих учеников я учительница я обучаю на эгоистической базе я не могу обучать людей эгоистическим ценностям люди задают мне вопросы и меня спрашивают почему ты не делаешь то что ты должна делать и я уже не могу ответить и я чувствую себя беспомощно не могу делать то что я делаю и и состояние в котором я нахожу себя я не знаю же в каком направлении и двигаться потому что моя материальная жизнь изменилась и я сейчас вхожу в изучение отдачи и я не знаю что делать со своей материальной жизнью потому что сейчас я не могу ее отменить и отказаться от работы потому что я покажусь глупой в глазах других я словно нахожусь в двух мирах и я не знаю как справиться со сложностями этого мира и я не спрашиваю мой вопрос как я должна справляться с этим сколько времени вы этим занимаетесь как сколько я изучаю я начала учить в 2012 году и столько вещей уже произошло со мной и я уже потеряла всю свою семью и сразу же как я начала изучать каббалу и я потери я развелась потеряла родители и больше не вижу детей люди меня тоже перестали воспринимать я должен они говорят что я должна идти в церковь и вместо этого говорить разговариваю о каббале и я просто потеряла себя и все что знала об этом мире я уже просто не знаю по всей мой мир просто изменился даже не знаю что вам сказать когда человек начинает учить каббалу смотря где вы в группе или одна я нахожусь сейчас в группе сейчас я хотел находиться в физической группе и очень рады что нашла для себя группу в англии но когда вы начали учиться и начали чувствовать так отлично от прежнего может быть вы стали делать глупости и в семье и с родственниками на работе вы ни с кем не посоветовались я находилась группе шаркель майкла келлога я рассказал о том группе что со мной происходит и они помогли мне были у нас семинары на сильно всего что происходит с нами в жизни в конечном счете я думаю что я стала настолько пораженная всем этим опытом что я настолько одолелся от группы что я просто боялась того что со мной происходит конце концов я вернулась в группу и нашла себя уже в физической группе еще не слышал никогда таких историй как как вы рассказали разводятся бросают семью оставляют детей оставляют родственников разрывают отношения с религией но это еще можно как-то понять не можете работать по вашей специальности ничего как пройти все эти этапы можно было не посоветовавшись с учителем когда вы были в группе шаркель не знаю я не слышал никогда таких человек который начинает учить кабалу я знаю это на себе он проходит много изменений много больших изменений потому что его эгоизм начинает меняться деформация деформироваться и тогда он может быть перестает терять способность работать на прежней работе и разрывать отношения с товарищ с друзьями потому что он с ними занимался какими-то эгоистическими развлечениями честно это не интересно но все же рядом с человеком должен быть кто-то виртуальный в интернете или кто-то но я всегда должен быть связан с учителем а иначе действительно можно делать такие глупости а не а я не слышал никогда такую таким такие грустных историй я их не оставила они меня оставили то что произошло они то оставили на самом деле я только увидел что нахожусь в таком состоянии когда мне начали много угрожать они просто оставили меня но я лично еще пытаюсь быть связаны насколько я могу но все это произошло так стремительно я не понимаю этого человек который начинает чувствовать немного свечения высшего мира действительно ощущать себя очень неустойчиво в этом мире нестабильно иногда не возникает большое раздвоение между двух среди двух между двумя мирами входит какое-то промежуточное состояние и ему тяжело быть устойчивым в это время только если находится в группе привязан к ней группа может его стабилизировать если он привязывать себя группе и отдается группе будь что будет я не верю своему разуму я не верю своим чувствам я не верю не верю никаким расчетам никаким моим решением ничему я обязан все проводить через группу и когда проведут через группу и то что я получу от них с этим работать это правильно это настоящее это должно быть моим отношением к жизни или учитель если он очень близок с учеником то тогда ученик может получить от учителя установку но все равно даже если есть такой учитель все равно должна быть также и группа если бы вы были связаны с хорошей группой то мы бы сегодня не услышали такую грустную историю это действительно я думаю что сейчас нужно постараться вернуть все как было раньше мне кажется что человек на фоне изменений которых он который в нем проходит восприятия реальности он должен оставаться внешне тем же человеком семья желательная работа хотя работу можем поменять но все вещи которые у него есть нужно стараться чтобы снаружи не видеть не видели и не чувствовали ничего что он уже ангел живет в двух мирах что у него есть ощущение постижения творца потом этот человек будет уже заранее предвидеть все явления которые реализуются в этом мире потом вы увидите что есть некая высшая сила и эта высшая сила спускает спускает спускается опускает свою силу и в нашем мире происходят разные вещи вы увидите их еще до того как они опустились в этот мир и вам тоже нельзя будет об этом другим рассказывать и даже самой себе вести себя по-другому видя их потому что если вы начнете делать расчеты вашей частной жизни на основе того что вам показывают это будет ваш эгоизм нельзя вам дадут раскрою всю реальность позволит увидеть все о каждом но каждый это проекция моей души мне нельзя принимать в расчет будущее которое сейчас вижу а я должен именно наоборот исправить себя и тогда эта реальность облачиться на мое исправление но как была не зря называется внутренняя наука или тайна тайны торы скрытая наука скрытое учение потому что никто со стороны не должен знать чем вы занимаетесь то что вы занимаетесь кабалой это хорошо но кроме того сверх того как человек что он испытывает что он делает и более того я вам скажу вы увидите многих людей которые собираются сделать вам разные неприятности нельзя вам использовать наука было нельзя использовать так что вы начнете сейчас изменять реальность только менять себя все ваши родственники и ваши друзья и на работе и ученики которых вы обучаете которые преподаете в школе нельзя чтобы они вам на вас во что-то видели это очень тяжело я знаю себя очень тяжело и иногда человек в ходе в такое туманное состояние а потом все устанавливается а потом вновь поэтому должна быть сильно группа рядом с ним которая постоянно будет будет его стабилизировать надеюсь что на будущем прогрессии вы выйдете к микрофону и расскажите нам расскажите как все пришло в порядок пожалуйста я по-русски спрошу если позволите вернуться на тему о которой мы рисовали рисунок немножко раньше какое тергум почему не слышно то что мы говорим тот кто сидит на мониторе потому что он хочет спросить о чертеже какой чертеж то что начертил изобразил где он нет это не чертеж это тоже не это немножко еще отношение между решим от которые раскрываются и окружением в котором мы находимся это вопрос туда не нужно чертеж я другой на черчу наша судьба жребий всецело зависит от нашего эгоизма наши в нашем эгоизме есть большое множество решим от вот так решим от и они эти решим от первое второе третье и так далее или наоборот наоборот первое второе третье и дальше дальше в каждом решим у есть много под решим от деталей допустим раскрывается решим у номер один там высший свет здесь простите высший свет ты видишь как фильм когда показывают фильм есть картинка и свет проходит через картинку и дает изображение на экране и тогда фильм раскручивается и ты видишь как в кинотеатре так мы видим нашу жизнь и все что происходит это фильм поэтому можно видеть будущее знать будущее есть люди которые чувствуют это потому что все уже записано и есть нет ничего нового нет ничего нового под луной как я должен к этому относиться я должен относиться почему мы объясняем эти вещи вновке хаббала нам есть для этого дело как я устроен и что происходит потому что это объясняет мне что я должен изменить себя то как раскрывается это форма то как она раскроется этот фильм как сейчас раскроется сначала первый потом второй потом третий как они раскрываются зависит от меня что значит зависит от меня насколько есть между этими решимот и высшим светом атома подобия тождества или по крайней мере чтобы были в чем частично похожи друг на друга частично подобны мы называем это закон совпадения по свойствам и вся моя работа в том чтобы в каждый момент времени быть в максимальном подобии высшему свету это начать быть в максимум отдачи все так и должен этим пользоваться и когда ты начнешь так с собой работать ты начнешь чувствовать что действительно нет мира нет того что мы видим все это следствие наших моих решимот которые проявляются во мне на фоне белого света еще пожалуйста у меня вопрос на ту же тему относительно того же рисунка и вопрос который задавался задаю себе уже несколько месяцев если восприятие реальности каждого зависит от его экрана от его решимот и каждый рисует каким-то образом в себе эту реальность есть какое-то общее восприятие реальности как общий фильм как основной где каждый собирает свои впечатления или каждый просто видит свой фильм каждый воспринимает свой личный фильм видит свой личный фильм и не может сравнить его ни с кем другим так это если они эти люди не соединяются но работают на обеднение то в обеднении уже есть общие образы картины я в это не хочу входить это не поможет я люблю говорить о реальных вещах кто в этом тот в этом кто нет тот нет 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 необходимости заниматься философскими измышлениями пожалуйста женщины но здравствуйте уважаемый раф здравствуйте уважаемый раф мой вопрос касается прямой связи с группой с одной стороны а с другой стороны связи с вами я недавно женился с женщиной из группы она мне кажется посредником между вами с одной стороны и между группой с другой стороны это нормально что я так чувствую по отношению к ней мне не знаком вас случай специфический и я не могу ничего сказать но мне кажется если вам кажется что жена понимает и находится в пути и связана со мной я не знаю но скажем что связана со мной с группой и связывает вас со мной с группой очень хорошо вы удостоились вообще почему вопрос возник очень хорошо что это так если она находится в пути по-настоящему и понимает и чувствует вы можете многому научиться от нее почему вопрос я много раз понимаю одно из услышанного от вас а она говорит нет это не так и тогда я не знаю понимать то что я напрямую понимаю от вас или полагаться на нее в этом весь вопрос может быть я не единственный в похожем случае поэтому я именно и спрошу вас я не знаю что ответить вам я скажу вам если муж и жена учатся вместе и учатся у меня я очень рад потому что тогда они продвигаются и приходят к реализации цели в хорошем виде буквально как единая клей но даже если они учатся вместе и продвигаются вместе все таки все таки у каждого есть свое восприятие и свои решимод которые раскрываются и состояния не обязательно они должны находиться в том же состоянии наверху внизу в подъемах падениях но ведь понятно что мы все время меняемся и поэтому я бы сказал что существуют вещи по сути дела вы можете быть совершенно открыты по отношению к ней и она должна быть совершенно открыта по отношению к вам но не вмешиваться а раскрывать вы можете друг другу все что хотите поскольку вы в конце концов должны стать одной душой но не мешать каждой и из частей этой души производить исправление есть запрещено говорить что правильно а что нет в то время когда вы в то время когда вы проходите определенное состояние иначе вы не сможете реализовать их вы должны быть в каждом состоянии почувствовать его и даже ошибиться в нем не важно но человек должен пройти их и если она сбивает тебя с этих состояний то это нехорошо и я не знаю в чем она именно говорит что понято вами правильно или нет так не делают человек должен сам раскрыть все вещи она должна дать каждый должен дать другому общую поддержку уверенность в будущем показывать другому какое стремление есть у меня к целетворению к раскрытию высшего мира энергия стремление радость но не то чтобы я начал углубляться что как ты понимаешь это хорошо это нет так поступает это запрещено делать пожалуйста я попрошу есть еще люди есть люди которые вообще еще не задавали вопрос да в соответствии с рисунком который вы сегодня нарисовали в соответствии с сиротом 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 это 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 как я поняла с одной стороны моя работа до максимума заключается в том что чтобы вложиться в группу я раскрываю новые и новые желания получать себе если я поняла правильно если я поняла если я поняла неправильно и чтобы инвестировать в группу я должен рассказать в группу что я должен узнать новые желания для себя с другой стороны будет приходить какое-то раскрытие духовных свойств так вот вопрос в том в данный момент я вообще не могу ощутить никаких духовных свойств никаких свойств отдачи я могу только ощущать свои желания получать и на другой мы должны говорить что стихи 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 есть вопрос будет ли фиксировать как-то нужно ли как-то фиксировать эти духовные свойства или я только раскрываю желания получать вы будете ощущать много сил решимо состояние вы начнете различать видя где я где мои желания где я где мои мысли я и внешние условия и внутренние условия тот кто изучает и продвигается он становится очень сильным психологом я никогда не изучал психологию и пренебрегал этим буквально так относился не мог уважительно относиться к этим вещам поскольку там мне казалось воображаем то о чем говорят но в науки каббалам эти вещи очень четко и ясно проходим каждый каждый нет перевода на английский и поэтому вы начнете различать все это я уже сделал тысячу рисунков на протяжении десятков лет в течение которых я обучаю и все это для того чтобы все таки для того кто изучает науку каббала чтобы ему было легче связать то что он понимает с тем что он чувствует мы как бы производим исследование над собой над творением потому что изучить одного человека или всех людей это то же самое потому что нет одного один является всегда проекцией всех из всех людей мы изучаем из всего собрания людей мы изучаем творца потому что его самого мы не можем изучать это его суть но мы изучаем его управление нами поэтому мы должны как можно глубже входить в смысл рисунков формул и пытаться найти где это во мне находится я еще не ответил ну а слышали вот вам ну еще раз задайте вопрос тогда ну я так понимаю что в общем сейчас я могу только веря в то что говорят каббалисты доверяя тому что говорят каббалисты что мы что я достигну какого-то духовного ощущения ощущение чего-то духовного я могу работать я вкладываюсь в группу но я беру эту энергию только из желания получать поэтому я конечно сейчас мы пока что получаем всю нашу энергию от нашего эгоизма от желания ради получения и поэтому наш период в котором мы сейчас находимся называется лолишма когда пока я еще нахожусь в эгоизме я произвожу все мои действия потому что мой эгоизм видит в этом выигрыш но в целом я продвигаюсь к входу в духовный мир к ощущению творца вот вы объяснили каким образом происходит этот переход то есть я работая с этим желанием получается своим я постепенно притягиваю свойства отдачи и мой вопрос в том должна ли я как-то фиксировать что вот я вот теперь я приобрела свойства отдачи нет 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 то есть это в процессе мы получили какие-то какие-то как-то нет нет это вообще нет никакой необходимости в этом потому что когда раскроется свойства отдачи вы сразу же почувствуете что это такое тогда уже вам будет ясно что вы восходите на первую духовную ступень и никто этого не увидит и не почувствует кроме вас и тогда вы не сможете этого рассказать никому о духовных действиях которые мы производим духовные состояния которые мы проходим если они истинные достоверные мы не можем рассказать о них вообще духовное которое раскрывается всевозможные как бы это сказать состояния в духовном явления в духовном человек чувствует и не может рассказать это перекрывает его делает замкнутым и не дает возможности рассказать даже в нашем мире когда мы иногда видим явления странные то что относится немного к тому что выше нашей жизни мы об этом не можем рассказать нам трудно рассказать об этом человек как бы помнит знает и не может раскрыть рта это приходит к нам вследствие того что это относится к скрытому миру пожалуйста что не дает нам не позволяет нам относиться к духовности как к простому понятию ведь все находится в нас что нужно делать практически для того чтобы сделать этого простую вещь или мы просто усложняем себе жизнь иногда мы ищем какие-то формулы иногда мы стараемся придерживаться чего-то что-то практически на этом конгрессе если можно я начал рисовать вам изображать здесь в достаточно простом виде что есть свет клеи и состояние между ними и экран между ними нет ничего кроме этого клеи называется желание в котором есть решимот впечатление и перед этим светом с решимот впечатлениями находится свет или творец и свет или и свет и желание находятся в состоянии противоположном один другому это желание а здесь у нас свет и нет ничего кроме этого это называется творец это творение человек вот и все вопрос теперь что здесь и есть всего то проблема в том что это плюс это минус и разница между ними и что же делать делать очень просто нужно выстроить здесь между ними систему соответствия и это называется экраном это называется экраном это называется экраном скрин да массах это то что есть нет ничего больше что я должен делать я должен создать этот экран это я должен сделать в этом вся работа в желании существует решимот желание существует решимот эти решимот впечатления все время все время пробуждаются новые вот так это работает и мне кажется что это не я меняюсь а мир меняется или свет меняется свет меняется постоянен не изменяем и только желание с решимот изменяется я каждое мгновение в каждую секунду должен тоже создавать экран соответствия все время меняющийся для того чтобы из различия между светом и кли сделать их равными чтобы они стали равными это это я должен сделать и а это дано мне от природы вот и все то есть от состояния когда есть различия между мной и творцом настолько что я не вижу его не чувствую его это и есть это дельта до состояния когда я и он становимся равными равными это значит и слитыми и как одно целое как один вот и все это то что я должен сделать все это просто только если мы уже входим в процессы тоже смотрите и все творение что есть во всем творении кроме этого плюса и минуса электрон позитрон да две частички но из них состоит все и когда вы говорите о чем-то элементарном это на самом деле просто но когда ты начинаешь говорить о возможностях и из того что они составляют это уже все творение пожалуйста или вы хотите идти отдыхать или или может быть мы сделаем какое-то упражнение что-то попытаемся сделать может быть мы сделаем какой-нибудь семинар проведем или еще что-то да 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 он Мы говорим о том, что мы должны построить экран, аннулировать свой эгоизм. Мы говорим о том, что мы должны собрать эгоизм и ротелить эго. С другой стороны, мы имеем такую форму, как раскрыть в себе зла и преодоление этого зла. С другой стороны, мы имеем эту форму, как раскрыть эгоизм и преодоление этого эгоизма. То есть, как мы можем связать эти ценности, которые должны быть в себе зла и преодоление этого эгоизма? Мецед אחד, мы имеем эту форму, и мы имеем репрессию. Мецед шний, мы имеем репрессию и репрессию. Ответ очень прост. Нам ничего не надо делать, кроме того, чтобы только создать соответствие, как я это изобразил, вот здесь. Как здесь я изобразил. Вот это мы должны сделать. Вы видите? Вот это равенство создать. Я должен стремиться всегда только к одному. Только быть, насколько можно, более подобным Творцу. Вот как это знак равенства, да? Всё время стремиться только к этому. Вы говорите, как я могу беспокоиться, какие разовьются решимод, какое желание, как я буду заниматься им, заботиться о нём так или иначе. Я не должен заботиться об этом, я ничего в этом не понимаю. Я знаю только одно. Насколько можно быть равным той высшей силе, которая раскрывается. В каком виде? Как я это знаю? Я знаю, поскольку я нахожусь в группе. Я нахожусь в состоянии, когда это я. А вокруг меня находится группа. И я должен максимально сравнять себя с группой. Максимально. Насколько это возможно. Вот и всё. Я не знаю ни Творца, даже не знаю его. Он скрыт, он находится здесь, но я о нём ничего не знаю, да? Это окружающий свет. Скажем, Творец, Криэтор. Но мне достаточно того, чтобы я был объединён с группой. А какие решимод, какие состояния я пройду, я не определяю и не понимаю. Человек никогда не может понять состояние, в котором он находится. Я рекомендую вам хорошенько подумать над этим. Никогда состояние, в котором я нахожусь, я не понимаю. И я не могу исследовать его. Потому что исследовать возможно только при условии, когда, скажем, это я, и я нахожусь на ступени выше. И тогда с более высокой ступени я могу изучить то, что происходит на более низкой ступени. То есть я могу изучить только своё прошлое. Если я хорошо знаю настоящее, я могу изучить прошлое, понять, что произошло в прошлом. Поэтому то, что вы говорите, что делать, так или иначе поступать, нет. И я должен быть только прилеплён к группе. И благодаря этому я уверен, что смогу подняться на более высокую ступень, потому что группа всегда находится на более высокой ступени, чем я. Всегда, всегда. И тогда я могу понять, находясь в слиянии с ней. Вот здесь группа. Тогда в слиянии с группой я могу исследовать своё состояние. И тогда получается, что я, как бы это сказать, что мне не нужно находиться в понятиях времени. Потому что что представляет собой будущее или прошлое? Нет будущего и прошлого. Я просто эти понятия сейчас провожу через «я» и группа. Если «я» — это только «я», тогда я нахожусь в прошлом, да? В том, что прошло. Если «я» и группа, я нахожусь в будущем. И тогда я между двумя этими состояниями в отношении к этим двум состояниям, как к двум временам я к ним отношусь, да? Это пример, как мы можем освободиться от понятия «время». И так я могу увидеть будущее. Это зависит от того, насколько я вхожу в группу по сравнению с моим личным, индивидуальным состоянием. И тогда я вижу и настоящее, и будущее. Но это я вижу, что мы уже вошли с вами сегодня в серьёзное восприятие реальности. Ну, женщины. Вы хотите семинар? Нет, вы, я вижу, ничего не хотите. Доброе утро, Раф, я задам вопрос на шведском. Когда человек начинает учить, как было в группе, и тогда меняется восприятие реальности. Нет, ребята, я не хочу входить в это, я больше не хочу в это входить. Вопросы хорошие, правильные, но я не могу. Мы не можем так продолжать и исследовать восприятие реальности. Это нам ничего не даст, кроме путаницы. Я привык быть реальным. Условия просты. Насколько человек отменяет себя перед группой, он всё правильнее видит действительность. Прошлое, настоящее, будущее — неважно, но истину. Поэтому мы должны так делать. Ну что, мы проведём семинар или нет? Кто за семинар? Поднимите руки. Кто за семинар? Что на самом деле? Женщины не очень хотят. Ладно, давайте проведём семинар. Всё-таки вам нечем сейчас заняться.